9 октября Быстро меняющиеся внешние условия, обрабатывать большой объем информации и формировать критическое мышление. Торжественное открытие прошло в стенах IT-лицея Казанского федерального университета, где участникам проекта со всех уголков России рассказали и наглядно показали, какая она татарская культура. Основной этап будет длиться несколько дней и включить в себя не только защиту проектов, но и большое количество научных, образовательных и познавательных мероприятий. Участников ждут мастер-классы от действующих специалистов компаний, партнеров, конкурса и экскурсии на предприятия. Экспертами выступят ученые, специалисты, партнеров проекта, а также научно-производственные предприятия. Сегодня у нас первый день конкурсного отбора. Ребята заселились к нам в гостиницу, проходят сейчас регистрацию, смотрят великолепные открытия и готовятся к конкурсным дням. Это ученики, наставники из специализированных учебных научных центров Российской Федерации и также из заведений предуниверсариев. На открытии также присутствовал проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алиша. Он поблагодарил гостей за активное участие и пожелал каждому из присутствующих успехов. Также он отметил особую важность участия в подобных проектах, не только презентациях своих упорных трудов, но и мастер-классы от ведущих специалистов в разных областях могут дать мощный толчок к дальнейшему развитию и реализации проектов каждого из участников. Его речь также позволила гостям города проникнуться историей Казанского вуза и узнать немного больше об основных этапах его становления. Казанский федеральный университет всегда большое внимание уделял школьному образованию. Вообще сам Казанский, тогда еще императорский университет, когда он создавался 10-20 лет назад, он вырос из школы. Потому что в середине 18-го века создали Казанскую гимназию, потом именно на базе Казанской гимназии создали Казанский императорский университет. То есть если бы не было школы, которая работала более 50 лет в то время уже на территории Казанской губернии, то никакого Казанского императорского, потом государственного, а не федерального университета не было бы. В 2023 году Всероссийский конкурс исследовательских и практических проектов обучающихся «Перспектива» проводится на базе специализированного учебного центра «АйТи-лицей». Участники представят работы по следующим тематическим направлениям – математикой, компьютерной науки, физикой и инженерной науки, естественной науки, а также социальной и гуманитарной науки. Каждый из участников был в предвкушении скорого начала разбора каждых конкретных кейсов и был решительно настроен на победу. Мы поднялись на проект на направлении естественной науки. Наш проект по переработке пластика. Нам в нашем проекте нужно получить из пластика филамент для 3D-печати. С этим проектом мы подаемся на конкурс впервые и очень верим в нашу удачу. Мы приехали сюда с проектом о создании медиамузея, специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета. Проект действительно интересный, проект многообещающий, потому что на подобном уровне, на уровне СУНцев и средних образовательных учреждений, настолько масштабных проектов еще не разрабатывалось. У нас есть устройство, которое подсчитывает количество людей, которые входят, которые выходят. На основе этого запускаются рециркуляторы воздуха и воздух становится в здании чище, людям становится жить лучше и так далее. Участниками конкурса «Перспектива» в этом году стали 250 человек, представляющих 89 проектных команд из 21 образовательного учреждения России. На основной очный этап в Казань были приглашены 137 человек, выступивших в составе 46 команд и представляющих 16 образовательных учреждений. Уже после каждого из них ждет торжественное закрытие и объявление итогов, где победителем может стать каждый. Елизавета Казизянова, Александр Кузнецов, Универньюз.